Что ты не из категории христиан-теоретиков, слава Богу, что ты практически своей жизнью, ну, лично для меня, я наблюдаю за каждым человеком, ну, как бы со стороны, да, как научиться красиво говорить, это не сильно большая, скажем так, ответственность, да. То есть полгода в церкви, и каждый может оперировать христианскими сленгами, да. Выучить, да, знаете, вот, даже медведи за полгода, никогда не катавшись на велосипеде, в цирке за полгода уже могут педали нажимать и ездить по арене. Мы говорим сегодня о практическом христианстве, мы говорим о том, что нужно каждому верующему человеку, чтобы он Бога впечатлил не словами, а поступками, делами. Великое поручение предполагает именно практическое участие каждого из нас, не только пастора и команды служителей, а именно каждого. Каждый человек обязан исполнить великое поручение. Скажите друг другу, мы с тобой обязаны исполнить великое поручение? Мы с тобой обязаны исполнить великое поручение. Аминь. Сергей, как нам исполнить великое поручение, твой вариант, твоя версия, основанная, может быть, на твоих практических уже действиях? Почему каждый раз, ну, практически каждый раз ты кого-то приводишь в Божий дом? И даже только покаяние призываю, Сережа смотрит, пришли его клиенты или нет, если пришли, вперед к алтарю. Почему? Почему ты это делаешь? Тебе что, больше всех надо? Или, ну, объясни нам причину и поделись опытом. Вообще, я, у меня такое вот вообще мнение убежден, что вообще есть область причин, есть область следствия. То есть, если человек кого-то приводит или человек кому-то говорит о Христе, это уже, как бы, это, ну, следствие. Это следствие. Это не то, что, вот, если ты будешь говорить, надо, надо, давай, там, надо проповедовать, ну, а то, ну, как бы, человек там будет напрягаться, там, через силу. Ну, это, это все не то. То есть, если есть желание, это желание, это дает Бог. То есть, чтобы это, Бог давал это желание, нужно иметь личное отношение с Богом. Описано, кто пребывает во мне, я, ну, если будете пребывать во мне, я буду у вас, и тогда будет приноситься плод. То есть, тогда будет плод. Человек будет плодоносить только в том случае, если имеет личное отношение с Богом. И вот это имеет, ну, является, ну, является причиной. Это является причиной. То есть, в первую очередь, нужно иметь яркие, глубокие отношения с Богом. Это слово и молитва. И тогда будет и правильная проповедь Евангелия. И тогда мы не будем рассказывать, там, приходи, там, разбогатеешь, там, еще что-то какое-то. Начинай мою проповедь сегодня. Я об этом много буду касаться. И это самое главное. Вообще самое главное. Выше этого нет ничего. Если тебя Бог будет побуждать, ты хочешь, не хочешь, Он тебе будет говорить, давай. И ты будешь делать. И ты не сможешь это просто не делать. Когда Бог побуждает, просто с Ним бороться невозможно. Уже были случаи, когда боролся кто-то с Богом, но это не приводит ни к чему. Когда Иисус Навин увидел, она говорит, ты за кого? Вы помните эту историю? Он говорит, ты за кого? Говорит, это ты за кого? Я воин воинское Господне. То есть это мы за кого? Это наше быть, забыть с Богом или быть не с Богом. Это наш выбор. Богом Бог. И как ты думаешь, Бог побуждает каждого человека к тому, чтобы через него действовать? Или это какой-то избранный вариант? Или каждый может проповедовать Евангелие и слышать этот призыв? Помнишь, как в Исаии 6 главе Исаия заходит и вдруг он услышал в этот день, тысячи раз до этого там был, но не слышал. А в этот день услышал, кого мне послать? Кто пойдет ради нас? Кто этот человек, кто ответит на этот призыв? То есть он приходил в церковь, как некоторые люди. Мы говорим о том, что не каждый приходящий слышит голос Бога, который говорит. Но наступает какой-то, наверное, жизненный перелом, момент в жизни, когда он начинает слышать. Да, действительно. Если я не буду спасать свою семью, кто за меня это будет делать? Как ты думаешь, Бог всем говорит или это только удел избранных? Бог говорит всем, кто с ним говорит. Если человек говорит с ним, то Бог говорит в любом случае. То есть нужно сначала, чтобы человек... Человек начинал говорить с Богом, с ним общаться через слово, через молитву. И да и Бог, естественно, говорит, не может не говорить. Потому что это вообще сущность Бога. Это его цель. Он пришел с этой целью. Он пришел спасти погибшего. Он не пришел для каких-то других. Потому что иногда люди Бога пытаются заставить что-то делать, то, что они хотят, чтобы он делал. Но Бог у него, он пришел с конкретной целью. Он пришел, объявил, сказал, я пришел делать вот это, вот это, вот это. То есть пришел отпустить измученных на свободу, благовествовать пришел, исцелять пришел. Вот это я пришел делать. И если ты это делаешь, то ты вместе с Богом это делаешь, ты будешь всегда иметь успех. Если ты делаешь то, что Бог делать не пришел, и пытаешься Бога, как бы, ну, заставить делать свои какие-то дела, которые ты себе сам решил, что это надо тебе, то, как бы, ты просто имеешь шансы делать сам просто эти дела. Да, как на лидерском я говорил, очень интересная такая молитва. Один брат так хотел жениться на одной девушке, ее звали Валентина. И он молился, и он говорит, Господи, да будет воля Твоя, а Валя моя. Такой вариант молитвы, он не работает. Наша воля должна соответствовать воле нашего Бога. Тогда будет эффект. Аминь. Да, вообще, вот слово о великом поручении, это вот как опыт, опыт людей, опыт инваггализации. Потому что вот пастор правильно сказал, можно выучить, любой, любой вообще сатанист, может выучить там какую-то, это самое, и рассказать так, что вообще. На зубок. На зубок, вообще там супер, вообще. Есть такие ораторы, которые вообще ничего с Богом имеют. Вот открыть Библию, такое рассказать. Только, вы понимаете, слово Божье, вообще, вообще слово, это как вот вагончики. Вот вагончики, ты смотришь, идут вагончики. И ты не видишь, полные они или пустые. Они не отличаются ни от, ну, как бы ничего, товарняк, идет, да, там, цистерна. Ты смотришь, едут вагончики. Ну вот специалисты на Донбассе говорят, вот, говорят, о, порожняк пошел. То есть, пустые вагончики проехали. То есть, с виду все нормально, одинаково, но внутри пустые. Называется порожняк. То есть, иногда бывает слово человеческое, как порожняк просто. Оно не наполнено ничем, не наполнено Богом, не приправнено Богом. Просто слова. И если ты не имеешь личное отношение с Богом, то просто порожняком, как бы, ну, можно человеку что-то ему сказать, но сила Божья не сойдет на него. И Бог его не приведет в церковь. Потому что в церковь приводит не человека, в церковь приводит Бог. А наша, наша ответственность не за то. У пастора не ответственность. Бог пастора не спросит, а сколько у тебя человек было в церкви? Он спросит, ты проповедовал Евангелие? Ты проповедовал. Ты делал там такие-то такие учения, делал, учил. Долик, ты реабилитационным центром занимался? Евангелие проповедовал? Проповедовал. Там грешникам благовестовал? Благовестовал. Все. Человек не спросит за тебя, пришел данный человек в церковь или не пришел. Это не твоя вообще компетенция. Бог приводит. И смотрите, я хочу, чтобы мы открыли 10 главу Матвея. Это вся глава, она говорит о евангелизации. Вся глава Матвея. Она говорит о евангелизации. И смотрите, начиная с 6 стиха, Иисус говорит, идите наипаче погибшим овцам дома Израиля. Я вот задумался, вот уже 2 недели, я вот так вот в этом откровении живу, и я думаю, идите наипаче. То есть Иисус говорит, в первую очередь, идите к погибшим овцам дома Израиля. Я раньше думал, кому это идти? Ну Иисус говорит, наипаче, кому идти? Думаю, ну к евреям, наверное, же идти. А потом думаю, подождите. Если в Слове Божьем написано, слушай Израиль, то кто это слушать должен? Это кто, евреи только должны слушать, или это мы все должны слушать? Это все мы, аминь. То есть мы, это есть дом Израиля. Мы есть семя Аврамова. Согласно Галатам 3.29, верующих в Христа есть семя Аврамова. То есть Иисус говорит, идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. То есть кому это идти? Я вначале думаю, ага, точно, к погибшим овцам дома Израилева, это идти надо к отступникам. К отступникам. Я так раз сразу, когда, ну, слово отступник в голове, раз у меня там несколько отступников примыкало, думаю, ну они совсем на обед не похожи. В таком бунте страшном, там гонят на церковь. То есть я думаю, ну к ним идти, это надо какое-то особое откровение вообще иметь. И вообще с пастором предварительно посветуясь. А надо ли теперь к ним идти? Думаю, погибшим овцам дома Израилева это идите в первую очередь к тем людям, которые покаялись в церкви. Таких много людей. И ушли. Покаялись, может пару служений побыли и ушли. Сразу их начали, обычно когда человек кается, сразу куча спасителей, родственников от сект, от того, от сего. И люди ушли. Их Бог привел. Они стали сопричастниками дома Израилева. И они ушли. И Иисус говорит, идите в первую очередь к ним. Если вот тут взять большую лупу и рассмотреть между строк, то Иисус пишет, идите к тем, кто покаялся на разных мероприятиях. Power Project, Christmas Party, на домашней группе, на разных там Brave Watch, всяких программах, которые мы проводим. Реально, люди покаялись, пришли. Говорит, идите в первую очередь к ним. Позвоните им. Приведите их. Они и являются домом Израилев. Бог их избрал уже, привел. И они по каким-то причинам стали погибшими. Овцами. Идите наипачи к ним. Аминь. Обзвоните наипачи к ним. У меня на ячейку, вот если вот так вот взять на ячейку, то, что здесь там пришло, какие-то там, я не знаю, 40 человек, это вообще. Сколько людей приходит на ячейку, каялись на ячейке, вообще сюда не дошли. Иисус говорит, идите к ним. Который. Иисус говорит, да.